Мария – одна из участниц семинаров для людей с ограниченными возможностями и членов их семей. Она прошла хорошую школу по предоставлению бесплатной юридической, психологической помощи и поддержки в трудоустройстве по принципу «равный равному». Сегодня она не только консультирует людей, но и делится своим опытом. У меня был случай, женщина, мать, получается, ребенка, который заболел онкологией, и врач не давал, в комиссии КВЭШ не давал просто матери возможность с ребенком сидеть. То есть он не открывал матери уход за ребенком. Мы посоветовались с ней, узнали все тонкости и решили написать письмо. Письмо на больницу и на главврача. В письме написали последнюю фразу, такую написали «Для последующего предоставления высшестоящей инстанции». Она уже голодушевленная пошла и говорит, ну, думаю, зайду в поликлинику все-таки еще раз к этому врачу. Он ей все подписал, как бы наши письма не пошли дальше, но вот то, что она уже была с письмом готовым, это дала ей, да, подготовленная. Примеры консультирования – обмен опытом, подведение промежуточных итогов пилотного проекта по предоставлению общинных услуг в информационно-правовом центре «Виолекс». Об этом говорили на региональной конференции, которая состоялась в Рыбнице. Мы сегодня встретились с нашими участниками, которые прошли все тренинги, прошли индивидуальные консультации, которые сами уже начали предоставлять консультации, поделились тем, как это было, что получилось, какие вещи еще предстоит сделать. Сейчас у нас есть команда подготовленных консультантов, которые уже начали работать, и дальше нам нужно накапливать опыт, оттачивать профессиональный уровень, ну и ставить новые цели, потому что каждая консультация, она вскрывает какие-то такие чувствительные места, где нужно еще работать. Во многих аспектах нам обязательно нужна будет помощь со стороны нашего государства. В ходе конференции «Развитие общинных услуг для людей с ограниченными возможностями в Рыбницком и Каменском районах» участники обсуждали перспективы сотрудничества с такими же центрами, которые начали свою работу и в других городах Приднестровья. Говорили о важности участия людей с ограниченными возможностями во всех сферах, касающихся их жизни, включая процесс принятия решений. Мы прошли долгий путь от подходов благотворительного, медицинского, и сейчас мы говорим о подходе с точки зрения прав человека. И подход от равному к равному является краеугольным камнем этого концепта прав человека. Очень важно, как я уже и говорил, применять принцип «ничего для нас без нас». Если мы что-то делаем для людей с ограниченными возможностями, принимаем какое-то решение, которое касается их, которое влияет на их жизнь, они должны быть непосредственно вовлечены в этот процесс. Они должны смочь высказать своё мнение, высказать свои предложения. И их очень важно слушать и услышать и принимать во внимание то, что они говорят. В региональной конференции приняли участие более 50 человек. Представители Управления Верховного комиссара по правам человека, сотрудники Кишиневского центра юридической помощи людям с ограниченными возможностями, руководители общественных организаций, представители Рыбницкой госадминистрации, люди с ограниченными возможностями из разных городов Приднестровья. «Специально приехал, чтобы меня пригласили приехать, чтобы посмотреть, как вообще здесь люди сейчас, ну что они понимают вообще, что в праве человека они понимают, меняется ли у них взгляд на мир там, меняют ли они взгляд людей на себя, общаются ли они теперь с другими людьми, чтобы их воспринимали как нормальных. Наконец-то люди оживают. Не только люди с ограниченными возможностями, а люди, которые вообще окружают людей». «Очень хочется, чтобы это все движение не закончилось в декабре месяце, оно продолжилось. Если в этом году у нас такая возможность появилась, пусть она продолжится и дальше, пусть вот это все продвижение будет как можно шире развиваться, чтобы эти люди, как я, как многие другие, просто могли реализоваться во всех отношениях». В рамках конференции участники побывали со знакомительным визитом в информационно-правовом центре «Виолекс». Здесь совсем недавно завершились ремонтные работы. В центре создали все условия для того, чтобы люди с ограниченными возможностями чувствовали себя комфортно. «Конференция прошла в рамках программы «Поддержка прав человека на обоих берегах Днестра» при финансовой поддержке Европейского Союза и посольства Швеции в Республике Молдова. Организатором выступил Рыбницкий информационно-правовой центр «Виолекс». Наталья Елисеева, Ирина Шлаева, Олег Слободенюк, Лик-ТВ.